всем привет будет посвящено несколько роликов насчет мин и так далее да некоторых деталей связанных с взрывчатыми существами так скажем сегодня у нас насчет лазерной мины то есть она испускает лазер определенной длины там и если человек пересекает ее соответственно будет происходить взрыв да но смотрите есть такие штуки как некорректное отображение у лазера в данном случае это не агаровский эффект если вы принципе хотите увидеть как это делалось пишите в комментариях а так сейчас я пока буду рассказывать как с мин и обращаться так видите да я мину вращаю а лазер в одну точку все равно это направлен он почему-то всегда смотрит в нулевую координату мира то есть от того места где он находится он всегда направлен туда на нулевую сейчас будем так скажем восстанавливать эти значения для этого мы заходим в наш блупринт где у нас стоит мина откуда у нас должен исходить в лазер и соответственно мы выбираем получается график так это нам не нужно в данном случае мы будем использовать тик чтобы он просчитывал лайн трейс так во первых нам нужно знать где расположен лазер это у нас это начальная точка далее мы по стандартно ее плюсуем но вторая точка у нас будет конечная для того чтобы нам создать конечную точку нам надо подать направлении данном случае это у нас get actor так секунду это forward vector и при этом оно должно быть умножено на фото значения в данном случае мы подаем значение дистанции давайте вот это будет у нас distance создали переменную под названием distance можем задать значение давайте пусть это будет где-то 300 подключаем подключаем к конечной точке теперь теперь мы ставим наш line trace by channel начальная точка у нас подается где у нас вазер начинается и конечная будет вот та структура которую мы создали так но давайте еще не забудем записать конечную точку как переменную давайте ее назовем trace end и поставим в основную линию так теперь можем в принципе даже вот прям вот так сделать вот то есть то есть ну немножко не видно да но окей так теперь мы получается проверяем так во первых даже давайте давайте выставим наши значения чтобы они здесь отображались давайте включим сразу debug чтобы мы видели докуда у нас trace происходит сохраним и включим видите да trace вообще не в ту сторону не не расположен так давайте вот так спросим но все равно он в другую сторону не туда куда нам надо соответственно мы не get from vector сделаем а get write vector forward отключаем проверяем все отлично туда куда необходимо если перейдем debug режим подлетим как раз таки точка вот откуда исходит лазер там является трейсовым точка начала теперь нам необходимо подать то что у нас идет блок hit так давайте запишем сразу переменную и запишем переменные получается у нас hit location то есть та точка где у нас идет пересечение допустим данного трейса она нам тоже будет необходимо далее мы получается в моем лазере существует такая векторная переменная так вытаскиваем ее set vector set vector параметр вот он подсоединяем его сюда параметр параметр у меня там называется laser end то есть там у меня в лазере настроена специальная точка конца так скажем этого лазера и мы вытаскиваем отсюда select select у нас будет пулин переменной если true или false то есть мы будем выбирать из данных значений данное значение у нас будет подаваться вот отсюда то есть если будет пересечение соответственно true если не будет пересечение false так если пересечение есть мы соответственно вытаскиваем вот из этого места если его нету нам нужна как раз таки переменная trace end то есть мы подаем максимальный конец лазера ну и далее кстати мы можем включить и сюда ищу кроме лазера у нас есть такой импакт то есть так скажем точка соприкосновения это у нас Niagara Particle System так подсоединим его сюда тоже самое так импакт у нас выглядит в виде такой небольшой скажем лазерной составляющей в принципе ее мы здесь кстати не увидим потому что она лишь на коллизии работает так ну это не особо важно вы сейчас в принципе увидите как это работает или в принципе даже видели в предыдущем одном из роликов так это мы делаем set visibility то есть мы показываем импакт ну во-первых нам нужен импакт выключить значит visible выключаем auto activate ну в принципе можем поставить так так импакт есть и если у нас пересечение есть это вот это наша переменная когда пересечение существует она создает true или false соответственно здесь ну и мы должны подать где у нас импакт вот этого лазера будет так что мы set world location на этот импакт подаем и конечная точка у нас соответственно hit location где у нас пересечение мы ее вот специально записали ее сюда переменная чтобы отсюда быстренько достать чтобы не вести длинные лапшички вот эти все так ну в принципе все давайте проверим как это все работает во-первых поставим сюда какой-нибудь ящик чуть чуть повыше так он слишком далеко line trace мы отключим у нас все отлично работает так no и давайте дистанцию прибавим поставим 500 так все начало видно конец мы конечно не особо видим да вот видите вот такие вот это блики небольшие такие точечки это вот как раз таки импакт возможно его не совсем видно но это надо подредактировать давайте вытащим другой цвет материала интересно на красном будет видно ну да вот на красном видно но это если вам необходимо вот такой вот как это значение так в принципе это особо и не видно так и для того чтобы вообще все это корректно работало нам необходимо на данную дистанцию по сути подать чтобы если человек будет пересекать лазер лазер ничего не дает никаких коллизийных так скажем соприкосновения с персонажем он не дает соответственно нам надо здесь просто добавить бокс коллизию мы можем так приподнять на лазер и выставить необходимые размеры пусть будет вот такая вот квадратненькая штучка и примерно вот такой вот длинный допустим да соответственно на бокс коллизию мы ставим begin overlap и begin в принципе достаточно уже одной потому что когда персонаж будет пересекать в данном случае это у нас делаем каст на нашего так как у меня персонаж от первого лица first person character соответственно если произойдет коллизийное так скажем взаимодействие то мы можем здесь у меня взрыв стоит так и static mesh давайте тоже ставим set visibility допустим чтобы мы не видели уже самой мины далее мы делаем impact так impact я наверное отключил во-первых надо сразу его auto activate отключить visible у нас включена и на импакте мы делаем set set activate так set актив set актив и соответственно new актив галочка также мы можем подать сюда звук ну давайте play sound add vocation vocation мы подаем соответственно наш get actor vocation то есть где находится сам актер актер но актер у нас находится где мина здесь так и соответственно мы подаем так я диалог воткнул не на то нажал play sound at vocation и соответственно мы подаем сюда наш звук так звук взрыва у меня скорее всего нету может быть и есть так давайте посмотрим звука у меня нету то есть можно сюда поставить и проигрываем так давайте проверим как это работает вот видим лазер и соответственно пересекаем так ну здесь наверное коллизии нету пересекли но да видите мы забыли вазеру отключить давайте бокс коллизию чуть-чуть увеличим ну там при включайте line trace ваш необходимый да то есть длину и соответственно строите по нему бокс коллизии так где у нас пересечение мы сразу же отключаем вазер можно set visibility отключить и далее мы выключаем visibility на получается самой мини проигрываем звук проигрываем взрыв давайте после проигрывания взрыва делаем delay необходимый да то есть сколько происходит проигрывание анимации и соответственно делаем destroy нашего эктора ну пусть это будет секунда ну соответственно вы при этом должны настроить на самой мини также создать определенную коллизию допустим коллизия сферы подать ей необходимый радиус на каком радиусе будет располагаться так скажем взрыв определенный то есть в этом в этой коллизии вы должны получать дамаг и так далее то есть в этом вы создаете begin overlap тоже так же с персонажем ну и на персонажи делать там там если у вас имеется какая-то допустим функция или еще что-то дамаг и так далее то есть дамаг допустим сто процентов ну или там пятьдесят процентов то есть все по необходимости давайте проверим еще разок и все то есть наш actor уничтожил соответственно ну так как у меня здесь жизнь не включена вот он у меня выдал ошибки то что я подал дамаг на персонажа но соответственно он не воспроизвелся так друзья на этом все в общем если у вас будут какие-то вопросы пишите их в комментариях до скорой встречи пока